Здравствуйте, меня зовут Яна, и я учусь в языковой школе при CCN, мне 16 лет. Я начала изучать китайский язык, потому что мама меня отдала в школу с изучением китайского языка, и как-то с первого класса я его учила, учила-учила, было неинтересно. Я считала, что это что-то, что мне это не понадобится в будущем. А сейчас я решила поступать в Китай. До этого я никогда не училась онлайн, это мой первый опыт, и меня все устраивает. Для меня лично плюсы в том, что мне не нужно ехать куда-то сразу после уроков. То есть, допустим, я учусь недалеко от дома, но я возвращаюсь, и у меня сразу же начинается урок. То есть, если бы я ездила, допустим, в какую-то языковую школу, мне было бы неудобно. Я боялась, что мне будет что-то со звуком, я буду что-то не понимать. На самом деле все это очень предусмотрено, и все хорошо со звуком, и со всем. Раньше я учила, у нас не было разговорного, то есть мы не говорили. Мы не говорили, у нас не было диалога, именно просто диалога. Мы просто заучивали фразы, и все. И у нас не было разговоров с носителем языка. Тоже это, я считаю, минус, потому что с носителем надо общаться, потому что все-таки русский, китайский и китайский-китайский, они очень разные. И сейчас у нас есть, получается, два разговорных клуба в месяц с носителем языка, и, получается, на уроках мы тоже учимся говорить. То есть с самого начала урока у нас спрашивают на китайском. Все, и у нас идет весь урок практически на китайском, и нас учитель просит говорить только на китайском, максимально убирать русскую речь. Поначалу это было сложно, но вот спустя вот полтора месяца, месяц это уже, ну, входит в привычку, и ты начинаешь понимать, что говорят учителы, что он от тебя хочет. И, ну, это очень развивается, развивает. А вот, ну, насчет тех людей, которые не учатся в моей школе, не знают китайский, они как с этим не связаны, когда они узнают, они прям, что, серьезно, как, это же так сложно, там же такие все черточки непонятные, как ты это понимаешь? Скажи что-нибудь, скажи, давай. А вот смотри, дом, машина, скажи это. Я занимаюсь полтора месяца, и я уже могу спокойно говорить, там, допустим, какая сегодня погода, я могу переписываться, это тоже, я считаю, результат. И, ну, и, в принципе, многие такие простые повседневные вещи, я уже могу это, ну, рассказать, поговорить. Я смотрю сериалы с субтитрами китайскими, пока что, но тоже иероглифы запоминаются, слушаю музыку китайскую, тоже на слух можно воспринимать какие-то слова. И, ну, общаюсь с друзьями, которые учат китайский, может быть, или с китайцами переписываюсь. Я занимаюсь с еще двумя девочками, они обе из Москвы, одна моя одноклассница, я ее подначила пойти со мной. У нас очень теплая, дружелюбная атмосфера, и, то есть, учитель, он не сидит, как учитель в школе, типа, вот так вот, Петрова к доске, иди. Ну, как бы, все очень дружелюбные, и у нас идет, ну, разговор на какое-то взаимодействие, и это очень интересный язык, и мне очень нравится китайско-азиатская культура. Ну, в принципе, любой язык изучения, он сложный, но мне он дается более-менее хорошо на удивление. Может быть, потому что я его учу давно, или, может быть, потому что у меня есть мотивация. Он подойдет, наверное, тем, кто хочет учить, кому это интересно, потому что если нет какой-то заинтересованности в Китае, в китайской языке, в китайской культуре, или просто в Азии, то, ну, это, не знаю, бесполезная работа. Если интересно, надо учить, и желательно здесь. Прекламная пауза, да, да, мне не платили. Прекламная пауза